Мы рады приветствовать Сергея Кузина у нас в нашем отделе E-T-Trade. Здравствуйте, Сергей! Всем привет! Ну, приятное вообще событие. Во-первых, я поздравляю всех, мне уже удалось тут кое-какие разведданные получить. Оказывается, первая выставка за пять лет, которая руководитель компании Мусторг поделился секретами. Говорит, что просто большая часть для того, чтобы собрались, могли посмотреть друг на друга люди, которые занимаются всем этим делом профессионально, уже давно не виделись. Поэтому я поздравляю вас с этим событием, хотя бы с той точки зрения, что жизнь продолжается и музыка все равно победит. Это самое главное, поэтому спасибо вам за то, что находите время в своей жизни для того, чтобы тратить ее на все, что с музыкой связано, так или иначе. Ну, а гитара, как вы сами понимаете, это самое главное с точки зрения любого парня условия. Если вам кто-нибудь будет рассказывать, девчонок касается, что ваши молодые люди взяли в руки гитары, чтобы научиться играть музыку и стать серьезными музыкантами, они вам бездарно, пошло и безбожно врут, этот инструмент придуман для того, чтобы нравиться девушкам, и слава богу, служит этому делу уже столетия. Вот, а ну а гитара, которую я держу в руке, она уже играная, она уже около двух недель используется в студии Радио Рокс, и я, честно говоря, не думаю, что для компании Fender это самое выдающееся событие в их истории, надо быть самодостаточным, но для станции, на которой я имею честь работать, событие ярчайшее. Это Special Run, как говорят те, кто делает, Special Run Edition, то есть это тысяча экземпляров гитар Fender, сделаны с брендом Радио Рокс, то есть это не наклейка от автомобиля, это действительно заводская история. Если вы заглядете внутрь гитары, вы увидите специальный серийный номер, там действительно написано, что это Fender Радио Рокс Special Run, и у них у всех закреплены за ними, естественно, свои именные серийные номера, поэтому эти инструменты действительно уникальны. Очень прикольная, но я бы так сказал, опять же, обращаю внимание на слова руководителя, всегда приятно, когда руководители умные. Правильная для нее формулирует, это хорошая стартовая гитара. Она действительно хороша, ель горизонтально, бока и гриф из красного дерева, достаточно мягкая, при этом она не плывет. Мне вот ребята поставили 11-е струны гипсоновские, здесь вот родные стоят, а у меня стоит акустика, очень хорошая, звонкая, с хорошим низом. В общем, грубо говоря, понятно, что здесь нету каких-то откровений звуковых, но она очень хороша для человека, который пытается, с одной стороны, начать играть серьезно, с другой стороны, у него еще сзади небольшой запас и силы эмоций, у него еще все впереди. Вот, она очень лаконичная, мне нравится, черт побери, что она черная, дело, конечно, хозяйское, но мне это очень нравится. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, ее можно будет приобретать, это совместный продукт, такой вот на украинском рынке, в магазинах Мусторга, в Киеве, в интернет-магазине Мусторг, их количество ограничено тысячей экземпляров, элементированная история, и мы чертовски этим горды, на самом деле, потому что, ну, я 30 лет на радио работаю, я еще не помню на своей памяти радиостанции, которая имела бы в своем арсенале вот такую прекрасную историю с таким мощным, мощь, одним из, наверное, самых мощнейших гитарных брендов на нашей маленькой планете Земля. Вот, с другой стороны, мы и нашим компаньонам, большим и могучим, можем сказать, что вчера вот получили данную, как это не смешно, станция, которая играет классический рок, оказалась официально самой большой классик рок-станции в Европе вообще. Так что, немножко это расстраивает, что даже такие монстры, как Англия или Германия, не имеют таких больших радиосетей, которые бы играли именно классическую музыку, классическую хард-рог музыку, ту, которую играем мы. Так что, 38 передатчиков и около миллиона 500, миллиона 800 ежедневных слушателей, это теперь в том числе и друзья Fender. Ну вот, такая речь моя закончена. Сергей, спасибо. Попробуйте секундочку с нами. Я бы хотел пригласить еще к нам на стенд представителя Fender, это Оливер. Попрошу приветствовать. Оливер расскажет немножечко тоже про эти инструменты. Привет, Оливер, скажи «Хай» всем. Привет. Привет. Скажи нам, что уникальное о этой гитаре. Ты говорила мне о бейсбол-гитаре, которая была сделана в США, но эта она уникальная. Да, это очень уникальная. Так что, мы никогда не делали акустическую гитару в коллаборации ни с кем. То есть, это действительно уникальный прецедент. Оливер говорит, что были моменты, когда сотрудничала компания Fender с американскими бейсбольными командами и выпускала под них специальные тиражи, но это были электрогитары. Так что, это первое время, когда мы выходим из этой области и в нашу любимую европейскую область, потому что американцы не знают, что Европа. Так что мы должны показать им, что у них есть отличное государство в Украине, отличные музыканты, и с отличной радио-стацией, и мы должны сделать это сделать. Так что это было создано. Ну, и Оливер как бы подводит итоги, что Fender это американская компания, но они, как сотрудники Fender Европы, они сказали, у нас есть прекрасная страна Украина, у них есть прекрасная радио-станция Radio Rocks, и давайте же поможем ребятам и сделаем им отличную, лимитированную гитару. У них много классных музыкантов, которые хотят научиться играть, и это самый подходящий способ для того, чтобы это сделать. Да, мы очень рады, чтобы получили АНТ-трейд, и вы, ребята, чтобы познакомиться с нами и сказать, «Хорошо, ребята, давайте сделаем что-то». Фантастик, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Оливер. И что, друзья, большое вам спасибо за внимание. Эту гитару вы можете смело брать в руки, тестировать. А через какое-то время, позвольте сюда, через какое-то время, буквально начиная с ноября месяца, вы сможете их официально покупать, если вы фанат рок-музыки, если вы любите классический рок, если у вас есть порох в пороховнистах, или вы только-только начинаете свой музыкальный путь, поверьте мне, лучшего инструмента вы не найдете. Ребята, спасибо вам за внимание. На любые вопросы, которые у вас есть, пожелания и так далее, мы можем отреагировать. Обращайтесь к нам. Можете взять автограф у Сергея, можете взять автограф у Оливера, задать пару вопросов, обменяться лайками и так далее. Спасибо. Спасибо.